Что касается комплекса вопросов по Каспийскому региону, то сейчас позиции Казахстана и Азербайджана довольно близки. Связано это во многом с той же позицией России, которая тоже способствует этому. Они согласны с одной и той же моделью по разделу Каспия, в частности о том, что это должно быть по секторам, но тем, чтобы осталось единое пространство в центре Каспии, которое можно было пользоваться, а не полностью Каспий был разделен. Кроме того, они разделяют точку зрения о том, что на Каспии не должно быть иностранных военных, не каспийских сил. Что, как мы знаем, Соединенные Штаты пытались сделать и реализовать. В этом тоже у них позиция общая. Поэтому я бы сказал, что это спокойное такое развитие, но несмотря на географическую близость через Каспийское море, интенсивного развития пока нет. Я, честно говоря, полагаю, что все каспийские страны очень серьезно недооценивают биологический потенциал Каспийского моря. И пока происходит грабеж этого биологического потенциала со стороны частного, среднего, мелкого и полукриминального бизнеса. Я полагаю, что решением этой проблемы на будущее могло бы стать создание единой Каспийской транснациональной корпорации по эксплуатации биоресурсов Каспийского моря, которая одновременно и максимально забирала эти биоресурсы, и одновременно еще более максимально их восстанавливала. Поскольку сегодня восстановление биоресурсов крайне необходимо. Но кто будет восстанавливать, если у тебя нет гарантии того, что эти затраты окупятся? Поэтому их грабит только мелкий полукриминальный бизнес, в то время, когда восстановление практически не происходит. Мне кажется, нужно объединить получение прибыли и восстановление биоресурсов. Делать это, опять же, каждая отдельная страна вряд ли будет в состоянии по тем же причинам, что нужно объединить. Поэтому я думаю, что в конечном итоге Каспийские страны выйдут на создание единой социальной корпорации. И вот в рамках такого использования биоресурсов возможностей у Казахстана, Азербайджана будет значительно больше. И я думаю, что там будет происходить какое-то большее сближение. Кстати, я полагаю, что если нормально эти биоресурсы развивать, учитывая, что цены на них, на продовольствие в частности, растут быстрее на сегодня, чем цены на нефть, которые к тому же еще и падают, то в перспективе доход от эксплуатации биоресурсов у Каспийских государств может быть абсолютно сравним с доходами от эксплуатации нефтегазовых ресурсов. Спасибо. 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 .